МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из 62 стран познакомились с местом проведения соревнований Казани-Экспо, обсудили подготовку и задания для конкурсантов. В четверг в Казани открыли стеллу обратного отсчета до международного чемпионата WorldSkills 2019. Состязания стартуют в Казани в конце августа через 209 дней. В них примут участие около 1600 участников из более чем 60 стран мира. Новую стеллу, как и ее предшественников, установили на самой популярной улице – Баумана. Напомним, нынешняя неделя для Казани ознаменовалась неделей подготовки к международным соревнованиям WorldSkills. Через 200 дней к нам начнут приезжать наши гости. И мы должны достойно их встретить и показать наше гостеприимство, наши традиции. Поэтому всем нам успехов! Хаирли сагатта! Барахзгада! Зуррахмат! Перед открытием стеллы иностранная делегация посетила выставочный комплекс «Казань-Экспо», где в августе будут проходить соревнования. «Казань-Экспо» является, пожалуй, основным объектом инфраструктуры для чемпионата. Застройка соревновательных площадок, а также завоз необходимого оборудования для соревнований начнется в середине июля. Ожидается, что в соревнованиях международного уровня примут участие свыше 1600 спортсменов. Участникам на выбор предложат европейскую, азиатскую и татарскую кухню. В день на одного человека будет рассчитан около 5 килограммов еды. На время на площадке «Казань-Экспо» будет построен ресторан на 2700 посадочных мест. «Я могу вас заверить, что спустя много лет в будущем нам все равно понадобятся и парикмахеры, и повара, и кирпичоукладчики. И также могу в равной степени сказать, что появятся те профессии, о которых мы пока даже мечтать не можем». Начнутся состязания представителей рабочих профессий 22 августа. Однако перед этим «Казань-Экспо» ждет своего рода генеральная репетиция в виде всероссийских соревнований WorldSkills. Артем Логвинов, Максим Малов. Новости Татарстана. Тот путь, который прошел WorldSkills в России за 6 лет существования, ни одна страна такого еще пока не сделала. И столько, сколько вкладывается сейчас в систему профессионального образования, в систему подготовки кадров, это то, чего нам очень-очень не хватало. Мы как дети конца 70-х, 80-х с Алиной можем сказать, что это был большой-большой разрыв. Сейчас же миллион возможностей открыт. Если коротко, где можно познакомиться родителям и школьникам с возможностями, которые дают рабочие специальности, профессии? Ну, существует множество инициатив. Это и Кванториумы, и Технопарки, и в том числе, вот одна из инициатив, которые есть в WorldSkills, это «Билет в будущее». Это программа, которая сейчас набирает обороты. Заходите к нам на сайт, и, собственно говоря, наши коллеги помогут. И, конечно же, всем нужно пройти посмотреть чемпионат, потому что как раз на чемпионате увидишь все последние требования к технологиям, сами технологии, новые инструменты, материалы, и увидишь, как поменялся на самом деле мир профессии, что он уже совсем другой. Буквально вчера и позавчера Superjob и Headhunter убрали вкладку про образование. То есть сейчас для работодателей фактически не это главное. Главное, что ты умеешь в действительности твои навыки, твои компетенции. И можно пойти, у нас есть пример, прекрасный пример. У нас есть эксперт, один из экспертов, он был достаточно успешным финансистом, и его, казалось бы, все устраивало, но была у него тяга к дереву, к работе с деревом. И сейчас он тренирует, он является экспертом WorldSkills, он тренирует ребят в колледжах, он является преподавателем и занимается любимым делом. Они занимаются непосредственно обработкой дерева. То есть это то, что, казалось бы, настолько далеко от финансовой сферы, насколько может быть. Поэтому наши, в данном случае, те, кто в движении, те, кто в колледжах и те, кто сейчас принимает активное участие в соревнованиях, в демонстрационных экзаменах, в разных абсолютно продуктах, которые есть в WorldSkills, они далеко не всегда ограничиваются колледжем, там гораздо шире может быть. Можно открыть собственное дело, можно стать полезным на любом другом предприятии. Поэтому высшее образование, да, это хорошо, но если смотреть по последним данным социологическим, то сейчас 56% выпускников школ выбирают идти в колледж, а не в УЗ. Президент Татарстана выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В рамках сессии «Сохранение конкурентноспособности России» эксперты обсуждали развитие экономики нашей страны, привлечение иностранных инвестиций, а также роль российских регионов в этих процессах. Рустам Мениханов подчеркнул, что действующие экономические санкции имеют негативный эффект для обеих сторон, но при этом иностранные компании продолжают работать в нашей стране. Зашла речь и о взаимоотношении с исламскими странами. В России проживает более 27 миллионов мусульман, в нашей республике более 2 миллионов. И, конечно же, сегодня Российская Федерация является наблюдателем организации «Симонский сотрудничество». И мы активно работаем в этом направлении. Есть стратегическая группа «Россия-Исламский мир», где представители 30 стран АИС представлены. Мы проводим форумы, встречаемся там с членами вот этой группы, являются бывшие должностные лица, авторитетные люди этих стран. Ну и самое главное, ведь, как я сказал, в России более 20 миллионов мусульман, мы уже 10 лет проводим экономический форум исламский в Казани. Очень большое внимание и со стороны мусульманских стран, и со стороны регионов, которые, где проживают мусульмане, это и халяль, а вообще вот в последнее время это организация, система халяльного образа жизни. На самом деле это очень большой бизнес, очень интересный, и в этих направлениях мы работаем. Для республики участие нашего президента в таком мероприятии – это возможные новые деловые связи, контракты с крупнейшими международными компаниями. Это возможность установления контактов с руководством других стран, регионов других стран, поскольку там присутствуют и руководители регионального уровня. Так что, безусловно, польза от этого для республики может быть. Республика Татарстан делает очень многое для того, чтобы стать привлекательной точкой для иностранных инвесторов. В первую очередь для тех, кто желает разместить на территории республики свои производства. Республика создает для этого все необходимые условия. Безусловно, это большой плюс для развития республики. Это новые рабочие места, это новые технологии, которые появляются здесь. Это обучение персонала, мы перенимаем новейший опыт международных компаний. Безусловно, республика не единственный субъект федерации, который этим занимается и вполне успешно, но мы всегда находимся в ряду первых. Участниками этого форума как раз традиционно являются те, кто поддерживает и продвигает идеи глобализации. Другое дело, что если несколько лет назад эти идеи были глобальным мейнстримом и поддерживались основными политическими игроками, основными государствами, определяющими мировую ситуацию, то сейчас эти идеи пришли в некоторое противоречие с политической ситуацией. Тот же самый Дональд Трамп является явным противником глобализации. С точки зрения России, Россия участвовала в Давосском форуме в 2000-е годы, искренне надеясь войти в глобализацию, искренне надеясь занять там достойное место. Однако дальнейшие события просто привели к тому, что крупные западные игроки, Евросоюз, США, просто постарались изолировать Россию от мировой экономики, от мирового сообщества через санкции, ограничения, через исключение России из международных организаций. Ну и, соответственно, для России этот форум тоже перестал быть столь желанным, столь интересным, как раньше, поскольку сейчас не стоит цель войти, влиться в сообщество тех, кто нам противостоит. В Татарстане сократилось число занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Как сообщает программа новости экономики, за год их количество снизилось на 15 тысяч человек. По словам прокурора республики, это очень большая цифра. Ильдус Снафиков призвал проанализировать причины такого резкого падения занятости на малых и средних предприятиях. Он поручил выяснить, почему до сих пор необоснованно штрафуют предпринимателей за впервые совершенные правонарушения. Наиболее часто незаконные решения выносились сотрудниками Роспотребнадзора и Росреестра. По словам опрошенных предпринимателей, работать в сфере малого и среднего бизнеса сегодня непросто. Нет никакой защиты страны-государства. То есть иностранные, как эмиссары, что ли, как их правильно назвать, с огромным опытом, с огромными капиталами, просто, я считаю, вытесняют с рынка российских местных, просто вот даже мелких, небольших предпринимателей. За последние годы три в Казани это очень заметно. Высокий уровень давления со стороны фискальных органов, такие как, как правило, это налоговая, и банки усложняют работу, блокируют счета, выставляют дополнительные запросы, проверки, которые отвлекают большое количество времени и сил на исполнение тех или иных обязательств. 60-70% рабочего времени я трачу как раз-таки на исполнение вот этих вот различных запросов, ответов, поездки, предоставления документов в налогу и различные органы. Для меня остается все меньше и меньше времени на развитие бизнеса. Окружающая среда предпринимательства стала немного жестче, потому что сами предприниматели стали требовательны. На каждый вложенный рубль хотят и требуют. Более успешные предприниматели, они наоборот, стали добиваться больших успехов. Все статистические данные говорят о том, что сейчас порядка 2-3% буквально молодых ребят, которые готовы открыть бизнес. Если мы посмотрим на интернет-респективу, то есть 15 лет назад, 20 лет назад, таких было где-то порядка 8, от 6 до 8%. То есть количество меньше стало. Но это, наверное, тоже косвенно показать, что не так просто бизнесу. С другой стороны, те, кто сходил, послушал, возможно, каких-то коучеров, возможно, друзей, какая-то идея появилась, загорелся и решил неподготовленно открыть свой бизнес, вот здесь, наверное, как раз и возникают определенные моменты. Потому что ты только открывая бизнес, ты уже начинаешь определенно нести финансовые затраты. Молодые люди иногда бывают к этому не готовы. Не готовы иногда бывают и финансовые, иногда и психологические. То есть если буквально несколько лет назад мне попадались данные в США, открывали ежегодно 600 тысяч предприятий каждый год, то к концу года 500 тысяч закрывалось. И никто как бы таких сильных трагедий не делал в связи с этим, что закрылось. Просто получал опыт, через некоторое время опять появилась какая-то возможность, мог опять открыться, ну и так далее. Ну и еще там направление, конечно, это очень развитые направления франшизы, которые тоже помогают в развитии бизнеса именно стартаперского и для начала. В отношении главы исполнительного комитета города Болгар Спасского района Республики возбуждено уголовное дело 41-летнему Алексею Тюленеву предъявлено обвинение по статье 286 Уголовного кодекса превышения служебных полномочий. По версии следствия, Тюленев незаконно заключал договор социального найма жилых помещений со своими знакомыми. При этом помещения конкретнее. Квартиры располагались в аварийных домах, подлежащих сносу. В ходе дальнейших махинаций знакомые главы исполкома получали солидную компенсацию согласно заключенному договору. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. В исполнительном комитете города Болгар проводятся обыски, изымается вся необходимая документация по делу. В дальнейшем на основании вышеуказанного договора жильцы приватизировали квартиру, а в дальнейшем при изъятии для муниципальных нужд получили компенсацию в сумме более 187 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела установлено, что при аналогичных обстоятельствах в 2012 году мужчина заключил еще один договор. При этом его знакомый получил компенсацию в размере 300 тысяч рублей. В Камско-Устинском районе Татарстана новый глава им стал Наиль Базыхов. В четверг на внеочередной сессии районного совета депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Камско-Устинского района Павла Лоханова и избрании нового руководителя. Наиль Базыхов в этом районе родился и вырос. Более 20 лет проработал на ремонтной базе флота имени Куйбышева. Из них 14 лет в должности руководителя предприятия. Теперь уже бывший глава района Павел Лоханов руководил местной администрацией 4 года. Ему была объявлена благодарность президента республики Татарстан за вклад в развитие Камско-Устинского района. Уважение полномочий главы района связано с решением о его переводе на другую работу. Уважаемый Павел Николаевич, примите слова благодарности за благотворную работу на посту главы Камско-Устинского района по желанию успехов в дальнейшем. Распоряжением президента республики Татарстан, Павел Лохановича, от 23 января текущего года за вклад в социально-экономическое развитие Камско-Устинского муниципального района вам объявлена благодарность президента республики Татарстан. В Татарстане новый председатель союза журналистов. На неделе делегаты 19-го съезда Республиканского союза работников средств массовой информации единогласно избрали гендиректора телерадиокомпании «Татарстан-Новый век» Ильшата Аминова главой союза журналистов. Напомним, экс-председатель союза Римма Ратникова, которая возглавляла организацию 24 года, сама предложила кандидатуру Аминова на этот пост. Отметившие в этом году столетие со дня своего создания Республиканский союз журналистов сегодня насчитывает 1100 членов по всему Татарстану. Новый председатель в своем программном выступлении обозначил главные проблемы, которые необходимо будет решать. На первом месте повышение стандартов журналистского образования в Республике. Размер средней зарплаты журналистов в Татарстане тоже вызывает озабоченность, так как давно не отвечает современным экономическим реалиям. Говорили и о будущем печатной журналистики, о проблемах региональных телеканалов, связанных с цифровизацией телевидения. Один из первых вопросов, который я сегодня поставил, это вопрос журналистского образования, о котором мы очень много и долго говорим. И слава богу, у нас есть определенные успехы в этом направлении. К сожалению, Казанский федеральный университет сегодня не оставил ни одного, если, коллеги, я не поправьте, ни одного бюджетного места для образования журналистов. Глава Казанско-еврейской общины Михаил Скоблеонок покинул свой пост. Отныне его рабочее место занимает глава управляющей компании Вахитовского района Шалва-Тетруашвили. Напомним, успешный бизнесмен, построивший 17 ресторанов и 7 гостиниц, возглавлял еврейскую общину 11 лет. Жители дома 17-16 поселка Зябь набережных Челнов столкнулись, как они считают, с последствиями халатной работы коммунальщиков. Три дня назад, после очистки крыши от снега, балкон на пятом этаже стало заливать. Жильцы уверены, виноваты рабочие. Однако коммунальщики устраивать течь отказываются. Почему, расскажет Ольга Морская. Водопад на балконе не прекращается уже третий сутки. В квартире повысилась влажность. Маленькие дети, а их в семье двое, и бабушка стали плохо себя чувствовать, говорит Виктория Фатеева. После жалобы, поданной в ЖЭО, пришел мастер, но ничего не изменилось. Сказали, что главный инженер решил, что произошла резгерметизация, и жильцы должны устранить ее сами. Я говорю, я не согласна с этим. Я говорю, ну, как бы, она ни с того ни с сего не могла произойти. Потому что столько лет тут все нормально стояло, и вот такая ситуация. Проблемы с протекающей кровлей были в доме и раньше. Несколько лет назад заливала водой квартиру с другой стороны. После капитального ремонта проблема исчезла. Но, как оказалось, ненадолго. Вместо того, чтобы устранить течь, коммунальщики предложили женщине почистить козырек от снега, наледей и сосулек. Управляющие компании подтвердили, балконы и навесы над ними не являются общедомовым имуществом. И следить за их сохранностью должны сами жители. В данной квартире установлен непроектный козырек. Проекта мы этого не видели. Предписание, выданное жильцу на устранение снежных шапок, сосульных с данного козырька, жилец проигнорировал. Вероятнее всего, это нарушение конструкции самого козырька со стороны жителей. Во всех пятиэтажках, которые обслуживает жилком сервис, по проекту козырьки не предусмотрены. Оборудование навесов без предварительного согласования позволяет считать их самовольными постройками. Чтобы соорудить безопасный и правильный козырек над балконом, нужно обратиться с запросом в управление архитектуры города. Если оборудование такого козырька возможно, заказать проект и выполнить работы с привлечением качественного подрядчика. Ольга Морская, Татьяна Коронаева, Петр Греков. Новости Татарстана. Действительно, за установленный козырек отвечает житель дома. И хорошо, что у этой дамы, извините, только протекает. А если вот эта шапка свалится на проходящего человека, то тогда это дело будет уже судебное. И судить будут данную женщину. Потому что, понимаете, не все конструкции подходят. Я почему думаю, что сбрасывали и воздействовало. Да просто-напросто снег дополнительно упал на этот козырек и отвел его несколько от стены больше. Кроме того, наличие сосулек у нее на балконе говорит о том, что балкон утеплен. Балкон утеплен, соответственно, образуется наледь. Значит, если мы, знаете, вот как говорят, выбирай снег скорее, а то растает. Вот это именно та ситуация. Значит, на балконе тепло, снег на нем тает. И, естественно, ему куда-то нужно деваться. Вода всегда найдет, куда деться. Значит, поэтому, значит, на моем опыте личном, я вот живу в доме, где был ремонт капитальный. Нашелся активный человек, Фарид Султанович, значит, который озаботился тем, чтобы все было нормально. Он ходил в архитектурное управление. Там дали техническое решение и эскизы этого мероприятия. Соответственно, строители, по соответствии с этими эскизами, все выполнили. Этот козырек имеет форму не ската в сторону улицы, а как бы вот такая дуга над балконом. И оттуда снег, если съедет, то съедет непрерывно на отмостку дома, где никто не ходит. А так как дело неквалифицировано, то, соответственно, все нормально. Я не могу себе представить, что житель, сам делающий такой козырек, сделал все верно, не имея альпинистского опыта. А вряд ли наши люди имеют такой опыт. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин